Он побежал, это мистер пришел и встречал его жена Сара, они видели два девушки, они хотели наливать воздух в их стадии, они не могли, но мы не могли, давайте ближе ко мне, что я не мешаю, он вам рассказывал, давайте идти очень ближе, смотрите, это колодец пророка Моисея, место, где пророк Моисея встретил семь дочерей пророка Егора, история пророка Моисея начинается с этого момента, когда дочка фараона нашла в большой красивый ящик, открыла в его красивый ребенок и дала ему имя Майсы Сен-Вабир, воспитывался во дворце фараона около 40 лет, убили египтянина на рене, когда египтянин ругался с одним из сыновей израиловых, потом, когда уезжали из Египта в Синай, видели девочки, которые захотели достать воду с колодеца, колодец, который перед нами носит его имя и называется колодец Моисея, им достал воду, поднял камень, а когда девочки домой вернулись, они рассказывали отцу о этом, пророки Форс захотели благодарить Моисея, когда мы встретились, ему предлагали жениться одну со своей дочкой, но при условии, что он должен работать у них 8 лет, пророк Моисея остался в Синай, женился на одной из семидов черепа пророка Фора, и потом, когда еще были на территории Синая, бендер дерева, неопалимая купина, неопалимая купина, это новый кост, горячий кост, дерево, которое горит и не сгорает, уже растет на территории Синая больше 3000 лет, почти 1500 лет дома Шерия, неопалимая купина ездили, вывозили сыновей израиловых из Египта в Синай, когда стоял на берегу моря, на берегу Суатского залива, ударил моря, сделал глубокий большой переход, а через переходы они прошли из Египта в Синай, а кто она, которая танцует, это сестра пророка Моисея, а как написано на лотенском илогом, ее зовут Марьян, Марьян это не Дива Морея, это другая, первая это сестра пророка Моисея, потом сыновей израилов сказали пророку Моисея, что мы устали, мы хотим пить воду, поэтому чудо была ванна Моисея, это питьевая вода, серая вода, очень полезно для тела, а там есть, конечно, город Иртор, а там очень много источек, которые пророк Моисея находили в горах, и потом было еще одно чудо, манна, где прибыла манна, вкусный сладкий мед, пребывали, это чайки, которые они поймали, воевали против операторов, которые захотели их вагонеть из Синая, и потом пророк Моисея ботнялся на гору по приказу от Бога, высота горы Моисея 2285 метров над Уровном море, а там пророк Моисея остался 40 дней, а после этого получил от Бога 10 забавиде, 10 скрыжали веря, когда Бог ему сказал, Моисея, Моисея, я твой Бог, не будет у тебя других богов перед в лесу моим, не делай себя кумира, не поклоняйся им, не служи им, не произноси имена Бога напрасно, наблюдай дель суботни, почитай отца и матери твою, не убивай, не кради, не прелюбуй действуй, не произноси ружня во свидетельство на прежнего двоего, не желай жени прежнего твоего. Пророк Моисея, когда спустился вниз, нашел, что в Синовой Израиловах сделали золотого дельца, и начали поклоняться к дельцу вместо Бога, а почему именно дельцы сделали? Потому что Синовой Израилов жили на восточном берегу Нила, когда Рамси II правили страной, и как мы знаем, что Рамси II это один из самых великих фараонов, которые правили страной 67 лет, женился 96 раз, дети 128, а самый великий бог у древней египтяне в это время был бог солнца Амун-Ра, который выгеледит либо на солнечный диск, либо на земле, выгеледит на жук-скоробе, либо выгеледит на золотой телец. Синовые Израилов выбирали форму от дельца, начали поклоняться к дельцу. Пророк Моисер спустился, разбил 10 завалов, выгнул бросал золотого телеца в горах, это которые я буду вам показывать потом, следы золотого телеца, когда мы катаемся по городу, город Святой Каплина, и как наказание Синовой Израиловых заблудились, потерялись в горах на территории Синая 40 лет. Последнее, это нам показывает, как монашество началось в Египте, и как монахи построили свои кили в горах на месте, на улицах, где я вам показывал крест. Металлические кресты, которые на Большом Игоре.